Курзамский бизнес-форум собрал академиков, предпринимателей, представителей самоуправлений малых и крупных городов страны. Цель форума – успеть подать предложения по развитию Курзамского региона, которые правительство могло бы включить в национальный план развития. Сейчас этот план отдан на общественное обсуждение. План написан очень объемно, и на мой взгляд в нем много хороших вещей и не очень хороших. Но на общественное обсуждение остался всего месяц, хотя изначально на обсуждение планировалось отвести год. Уже летом прошлого года текст, который мы видим сейчас, должен был быть написан. Задержка произошла не по вине чиновников, а по вине политиков. Один месяц на разговоры с общественностью. Мне кажется, это маловато. Но, с другой стороны, прав и Эдгар Заланс, который сказал, что до этого активность политиков в этой дискуссии была недостаточной. То есть мы говорили на административном уровне, мы говорили с группами интересов, с какими-то лобби, но политики недостаточно участвовали в этой дискуссии. И поэтому теперь такое ощущение, что мы должны догонять уезжающий поезд. Правильнее было бы равномерно дискутировать об этом вопросе весь этот год. Показатели народного хозяйства Латвии рассчитываются вместе с рижским регионом. Но ситуация в разных латвийских городах сильно отличается. Прежде всего, показатели уровня безработицы в Риге и в властях могут отличаться в два раза. Отличается и развитие территорий крупных городов и сельских. В Латвии происходит так, что Рига хочет принимать много решений относительно того, что нам делать в Янсполсе, Куды, Гелепе и других городах. Поэтому в Латвии сложилась ситуация, когда город более мощный для правительства или тот, что ближе к правительству, он получает больше. Для них это хорошо. Но хорошо ли это для сельских территорий, которые находятся рядом? Сначала надо разобраться с дефинициями продуктивности. Как определить ту продуктивность, по которой мы сравниваем себя с Европой? И тогда мы можем говорить о направлении. Понимание продуктивности различного. Нам кажется, важно понять, где эти центры экономического роста в регионе. И вкладывать деньги именно туда. Помогать коммерсантам, которые уже выбрали это место для своего развития. Помогать им нашими публичными ресурсами. И тогда возникнет вот тот вот центр роста, который будет отвечать за окружающую территорию. Это может быть какой-то конкретный город, который отвечает за сельскую местность вокруг. Где, может быть, бизнес так не развивается. Где общественная инфраструктура дороже. И поэтому мы предлагаем эти экономические центры как принцип концентрации инвестиций, которые в то же время будут отвечать за окружающую территорию. Мэр Венсполса считает, что регионы, согласно статистике, не соответствуют планированию. В Европе, планируя народное хозяйство, отделяют территории города и села. А в Латвии рижский регион приравнивается к любому другому, что влияет на распределение средств. Истинные показатели самоуправления в Латвии недоступны. Нам, как государству, надо определить один приоритет, в который мы будем инвестировать деньги. Если мы определяемся, что это экономический рывок, то мы должны вкладывать средства во все, что связано с предпринимательской деятельностью. Или то будет доставка нового оборудования, или усовершенствование оборудования, либо строительство нового здания, или строительство инфраструктуры, чтобы было где возводить здание, или любая другая инвестиция, или любая другая инвестиция, содействующая развитию этого предприятия, позволяя ему больше зарабатывать. Сейчас, когда обсуждается первая редакция плана национального развития, акцент ставится на экономическом рывке, концентрируясь именно на нем и не распыляясь на многие приоритеты. Кажется, в данный момент правильно осознать эту экономическую реальность. Рынок уже решил, где концентрироваться. И теперь нам с нашими бюджетными ресурсами или европейскими фондами нужно идти туда же и решать проблемы там. Вместо того, чтобы честно, на голову или на квадратный километр делить деньги ровным слоем по территории Латвии. То есть, вы согласны, что в этой концепции номер один этот экономический рывок? Экономический рывок, будет ли он или не будет с 25% роста ВВП, это один разговор совершенно, да? Но, мне кажется, экономическая программа в основном должна ориентироваться на экономические результаты. И это способ эффективно вложить деньги в те места, где деньги уже вложены были до вас и показали хорошие результаты. Жители Курземы предлагают много хороших инициатив и очень ценных относительно того, как должно государство развиваться в целом. Они меньше ноют о том, как у нас все плохо, а фокусируются на том, что у нас есть хорошего и куда нам развиваться дальше. Первый Курземский бизнес-форум обозначил место Курземы в освоении европейских фондов и для отправки к кабинету министров составлена резолюция форума. Подобные форумы этой осенью пройдут в Латгале и в Земгале. Подробнее Курземский бизнес-форум будет отражен в передаче Курземского телевидения 5 октября. Общественное мнение относительно национального плана развития можно высказывать на портале www.nab.lv.